всем добрый день в общем моя эпопея с луком с чесноком продолжается сейчас я хочу выразить большую благодарность тем людям которые написали что же мне делать с моей цеплицей честно сказать было это настолько неожиданно что столько отзывов появится с рекомендациями но честно это настолько приятно настолько это захватывающий дух ты понимаешь что ты в этом мире не один и что есть люди которые соучаствуют сопереживают твоим проблемам кто-то делится своим личным опытом это настолько мне слов нет богатый русский подводят настолько приятно и фактически я не ожидала я спросила но я думал это вот знаете как крик в лесу в небо уйдет и никто не обратит на это внимание большое вам спасибо люди вот эмоциональный шквал он конечно уже под прошел и надо было вот это вот высказывать когда я начал читать первые комментарии вот говорила сама волос аж дубом становится насколько это важно было для меня услышать мнение и спасибо вам еще раз за то что не оставили меня на один на один с этой бедой столько интересных рекомендаций я конечно же прислушиваюсь к вам всем делаю свои какие-то выводы но не все я могу и приемлемо сделать потому что на все у меня времени хватает но попытаюсь я все-таки это сделать потому что это нужно сделать в общем какой-то скомканное обращение но скомканность это не за то что я не знаю что сказать а потому что сказать хочется все сразу и вот это буря эмоций не дает сконцентрироваться на на красивой речи скажем так это безумно приятно и по фактически правда не ожидал вот спасибо всем 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 кто не оставил меня в одиночестве в этой с проблемой вот а сейчас я начну заниматься луком собираюсь выходные поехать если там дождь не залил его все-таки придать земле я тут чуть-чуть начала это мой силок я его сейчас попытаюсь чуть-чуть рассортировать посмотреть сколько чего красного белого но тут разные сорта это вот то что у меня стрелку уходит я их стрелки не обрываю оставляем семена вызревать ну и мелочь тоже отдельно кучка такая вот внушительная кажется ну тут просто много мусора и это нужно конечно надо перебрать перебирать я это буду дома как обычно и соответственно уже повезу на дачу хорошеньким чистеньким чтобы меньше времени у меня на даче отнимала вот эти вот всякие действия потому что временем не ограничены и терять его на какие-то вещи которые можно сделать дома я не собираюсь конечно нормальные люди это делать на даче чтобы меньше мусора дома было где успевая там еще мне надо таблички подготовить чтобы знать где какой сорт посажен потому что каждый год все равно покупая сорта сортовой лук всего и сажу его и вечно я в этом году вообще-то непонятно чего насадила вроде подписывала таблички все постирались в этом году хочу попробовать сделать хорошие таблички не постирались ну вот таким вот грязным делом еще занимаюсь сегодня у меня короткий рабочий день сегодня пятница вот и у меня перед работой есть время чтобы этим заняться время не терять даром конечно тут основном красных почему-то стрелку в том году ушло позапрошлом точнее один красная потому что наверное были все мной материал большой но крупные болели луковички они пошли в стрелку кстати поделитесь комментарием сегодня может быть я постараюсь выложить этот ролик как вы еще обрабатываете теперь подсадкой лук чеснок что для этого делается чеснок я тут тоже дома на зубчики просто разделю который зубчики будут как шлухи останутся потому что при делении частенько бывает и кожица снимается вот эта покровная такой лук все равно не взойдет он загниет в земле поэтому туда-сюда с чесноком ковыряться мне не хочется кстати заодно я и обработала уже чеснок который на еду останется потом обрабатывала его уже наверное недели две назад много чего снимаются но мало чего выкладывается потому что очень мне не нравится то как это получается и это не всегда хочется выкладывать хотя мысли там высказанные какие-то сама идея была принципе неплохая но наверное все-таки вставлю и еще раз большое спасибо всем кто не оставил меня моей проблеме это конечно не беда это так проблемка которая решаема вместе с вами мне решить и получится быстрее это точно потому что много идей высказана и я уже поняла как я буду дальнейшем себя вести со всем этим безобразием что мне в теплице творится у я уже уяснила а там уже на следующий год будет видно что получится что нет опыт у меня еще раз говорю огородничая это настолько мизерный ну честно сказать многие вещи я уже не то что научилась у меня стало получаться скажем так ну а что уже будет следующем году чем я буду заниматься будет понятно же в следующем ходе конечно оратор с меня еще тот вот как я говорю получается много красного ну и хорошо принципе я всего красное не покупала красный лук очень полезен для здоровья в нем боручка взял и попрыгал по всей кухне у нас постоянно поэтому кухня у меня такой вот типа хозблока потому что очень всего такого интересного происходит что нормальные люди делают на улице вот честно я просто много чего как сок то томатной давили на кухне моим ведерным соковыжималкой кто знает что это выжималка это салют как с нее хорошо летит тот поймет что кухня потом отмывает капитально а как по-другому по-другому я еще не умею постоянно есть дела которые надо делать и отвлекаться уже на заготовки какие-то я тоже не могу приходится все-все-все-все-все в дом принципе не так уж мало получается своего сивка вот интересно конечно будет результат этого сивка посмотреть уже в следующем году и какой он будет и что из него вообще будет так много жаль что только красный ладно кстати вот такие еще розоватые падает не ярко-красный розоват ну ладно я продолжу кому интересно это действие смотреть в принципе я перебрала свой сивок получилось мне достаточно много мне принципе даже многовато красного много даже многовато вот это я на посадку отсортировала на основные грядки но есть конечно и покрупнее сейчас найду вот эти скорее всего могут уйти в цвет соберу сивок значит на следующий год чернушку посею из этих же своих семян вообще интересно увидеть просто результат там выхода из своих семян единственное что плохо очень мало вот получилось белого который посадить я думала что хотят на грядочку или на рядочкам собирай ну нет поэтому смысла их разделять особо не было ну и вот такой вот мелочевки ну тут из мелочевки еще можно принципе выбрать если что на посадку его хочу попробовать прямо по грядке с клубникой попихать был у меня опыт такой интересным муж мотоблоком распахивал участок и мотоблоком на целину нам нанес ну слоя 5 а у меня лук остался я думаю ну спахано пойду поперяю по краю сама сажаю думаю что то не лезет потом мне муж соответственно сказал что там не копано но заковыривать то не будешь не будешь но прекрасно перезимовал прекрасно взошел и кстати потом я его и забывала полоте и не поливала в общем вырос он бурение по самые уши и вырос нормальный лук грамм по 60 по 70 головка по нему вообще не прикасались мы посадили выкопали даже не пололи потому что я уже просто про него забыла ну не дошли до него руки потому что отдельно где-то там далеко он был посажен вот такой вот опыт поэтому вот эту откровенную мелочь хочу по грядке с клубника и попыхать прорастет вырастет вырастет клубнику все равно будешь ходить смотреть поливать с ней работу будешь проводить ну и заодно если что лук на зелень порвешь вот такая моя папе